Так, где там мои часы? Ты что творишь? Жорж забрал и раздавил мои часы! Что? Ну, Брюс, тостопус! Вы смотрите канал Подыграйка! Дети, на выходные к нам приезжает тетя Сильвия с Брюсом. Жорж, ты, наверное, их плохо помнишь. Последний раз они к нам приезжали, когда ты был совсем маленьким. Все я помню. Забудешь этого противного Брюса, как же. Маленький наглый нытик. Жорж, зря ты так. Он, как и ты, давно уже вырос. Здравствуйте, мои дорогие! Пеппа, Дэвид, как же вы выросли! Я Жорж. Здравствуй, дорогая сестренка. А где Брюс? Он такой любопытный. Увидел чей-то велосипед на улице и решил прокатиться. Вы же не против? Эй, вообще-то там стоял мой велосипед. Да, конечно, не против. Пусть катается сколько угодно. Да, кстати, я же привезла вам подарки. Это тебе, Пеппа. Ой, спасибо, тетя Сильвия. А это тебе, Дэвид. Я Жорж. Что там? Там впитывающие трусики. Мама писала, что ты до сих пор писаешься по ночам. Да ничего я не писаюсь, мама. У кого это такой дурацкий велик? Чуть не свалился с него. Надеюсь, ты не ошибся, милый. Да я в порядке. А вот велик. Что с моим велосипедом? Что-что? Ремонт ему нужен. Ты что? Кто тебе вообще разрешал брать чужое? Тетя Глория, ну вы же сами говорили, что мы должны чувствовать себя как дома. Я же не нарочно. Конечно, Брюс, не переживай. Ты можешь брать все, что захочешь. Жорж, а тебе должно быть стыдно за такие слова. Эй! Ты что тут делаешь? Сними с кровати. Ну ты зануда, Жорж. Странно, что такая девчонка дружит с таким, как ты. Это же твоя подружка. Ты еще и в вещах мойкрылся? Отдай сейчас же. А ты не ори, иначе я за себя не ручаюсь. Живо, я сказал. Ой, какая жалость. Я такой неаккуратный. Что ты наделал? Ну я тебе сейчас покажу. Ну-ка быстро слез с кровати. Что случилось, милый? Это все Джорж! Я спокойно лежал и отдыхал. А он пришел и просто скинул меня прямо на пол. Да он все врет. Он прыгал на ней прямо в обуви. Джорж, зачем ты теперь пытаешься выкрутиться? Хоть бы не в раунном. Ну и невоспитанный мальчик у тебя, Глория. Но я не изворачиваюсь. Я правду говорю. Помолчи, Джорж. Это уже лишнее. Сиди в своей комнате, ты наказан. Пойдем, Брюс. Я угощу вас с Пеппой мороженым. Чего тебе надо? Джорж, зря ты на меня так дуешься. Со мной куда лучше дружить, чем ссориться. Еще чего? Да-да. А еще я заметил, что у тебя есть отличный МП3-плеер. И наушники. Пожалуй, ты мне их подаришь. Размечтался. Не спорь со мной. Тебе же будет хуже. И что ты сделаешь? Опять будешь орать, как пятилетняя девочка на весь дом? И заметь, неплохо срабатывает, а? Так, где там мои часы? Ты что творишь? Мама! Брюс, сыночек, что случилось? Джорж забрал и раздавил мои часы. Что? Ну, Брюс, тостопус. Он еще и обзывается. Я? Да он... Ну вот видишь, до чего ты его довел. Я была о тебе другого мнения, Джорж. Сестра, займись, наконец, сыном. Пойдем, милый. Я тебе приготовлю твои любимые блинчики со сгущеночкой. Хе-хе-хе-хе. О, Джорж, смотри, какие часики мне купила твоя мама. Даже круче предыдущих. Смотри, как бы ей телефон не пришлось новый мне покупать. Брюс, я подумала, решил, что не стоит с тобой больше ссориться. Так и быть, я отдам тебе свой плеер и наушники. Ну, это же совсем другое дело. Но за то, что ты заставил меня так долго ждать, отдашь мне еще и планшет. Конечно, конечно. Все как ты скажешь. Только скажи мне, что я тебе плохого сделал. Мне? Ничего. Просто я всегда получаю от всех все, что захочу. Пока дождешься чего-то от моей мамы, сто лет пройдет. Только и может, что только блинчики со сгущенкой свои делать. А я хочу все и сразу. Добрый день. Лейтенант Головин и мой младший... Ээээ, младший помощник Генри. Здра... Здравствуйте. Что случилось, лейтенант? Мне кажется, что здесь попахивает вымогательством. Что скажете, напарник? Да не попахивает. А прям жуть как пахнет. Здравствуйте. Увидела в окно людей в форме и испугалась. Что случилось? Брюсик, ты в порядке? Здравствуйте. Лейтенант Головин. Ваш, как вы говорите, Брюсик занимается вымогательством и шантажом. А это уже не есть хорошо, между прочим. Да они все врут. Значит, мы врем. Давай-ка я освежу твою память. Просто я всегда получаю от всех все, что захочу. Пока дождешься чего-то от моей мамы, сто лет пройдет. Только и может, что только блинчики со сгущенкой свои делать. Так значит, от меня ничего не дождешься? Что ж, теперь все встает на свои места. Не Жорж плохой, а я, наверное, слишком избаловала Брюса. Простите его, пожалуйста. Дяденька полицейский, давайте их отпустим. Ну, раз вы сами во всем разобрались, мы пойдем. У нас еще два вызова на сегодня. Спасибо, дядя Генри. Как всегда вы нас выручаете. Да не за что, чувак. А ты смотри у меня мелкий, чтобы такого больше не было.